доброе утро мои дорогие друзья вот так прошло наша ночь эндер здесь я здесь почему здесь потому что если что чтобы падать сюда вот так прошло я слежу за сайтом где землетрясение у нас слава богу все видите отдана мир все чисто до 3 часов я следила за этим потом отключилась видно в одежде просто укрылись сейчас включила кондиционер холодно спасибо богу что все это как страшный сон позади вам просто невозможно передать что творится больше пяти тысяч уже погибших и больше 30 тысяч раненых 9 часов тринадцать с половиной миллиона человек пострадали от землетрясений говорят пятьдесят три часа прошло я на это что это чтобы наша птичка поет песенки нас малейший мальчик хороший мальчик любимый мальчик любимый мальчик любимый хороший мавиш 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 мой сладкий у нас немножко вчера разлёг от этих плохих мыслей то это же было ужас какой-то мне такое было видно стресс что я не могла никак заснуть что-то мне холодно не могу понять друзья мои впервые мои впервые моё у меня кстати день рождения сегодня принимаю поздравления от всех благодарю открыла телефон многие многие меня поздравляют спасибо вам большое благодарю вас такое день рождения траурное да но как говорится нельзя так как говорят как проведешь день рождения так и будет этот год но я думаю что я не буду так думать мир так изменился весе что это не зависит это не значит что будет постоянно так что будем держаться ведь как я одетая сплю только нам не одета и все равно не холодно было пришлось включить кондиционер говори таким голосом непонятно как смотри на эти кадры и больно становится посмотрим что будет дальше и еще хочу сказать что я наверно бог и вселенная помогли потому что этот парень который мы нашли в чате который собирался ехать в грузию он отменил свой свою поездку на несколько дней я с ним разговаривала он сказал после 12 до 12 точно смотря какая погода потому что он направляется дальше и у нас похолодало снег завалы наверное закрыты границы и я так случайно вчера зашла в какой-то чат работа в мерсине и увидела объявление девушки которая в 10 февраля выезжает грузию я ее попросила и она мне не отказала передать письмо 10 февраля и вот сегодня мы займемся этим спасибо они живут рядом здесь в нашем районе отнесем письмо и абсолютно бесплатно это самый большой подарок в принципе договорились с тем за 400 лир ну а это она говорит вообще ничего не надо выжигать не место занимаете не сумку а письмо что это мы купим наверное этот мой муж сказал сладкое и передать за ее эту услугу поблагодарим ее так что вот вчера ночью была хорошая новость это где-то было пол первого ночи такой у меня сюрприз на день рождения и мое письмо будет вовремя в батуми дочка тоже на 21 числа только договорилась с нотариусом чтобы сделать мне доверенность через скайп а до 23 мы должны все документы отдать как будет не знаю 8 февраля было мое день рождения конечно я ничего не делала тут был такой страх мне удалось вчера отправить мои документы документы отправить в батуми я нашла хороших людей бог мне послал этих людей и вот девочки меня вчера поздравили пришли не так было приятно хотя и не ожидала я вообще как можно ожидать когда такое творится то смотрите какая красота сейчас эти цветочки хоть надо привести порядок и вообще у меня такой бардак в доме я ничего не могу делать кругом надо убирать пылесосить а я сижу вот возле этой карты и наблюдаю слава богу вот она намерсен все тихо богу спасибо и вот мои дорогие такая ситуация все равно вот эти вот есть толчки где то есть они маленькие но есть 37 2 и 6 32 10 15 назад было вот этот толчок в этой видите вот не могу оторваться от экрана до пяти часов утра я сидела наблюдала одним глазом отвечала на ваши комментарии стараюсь ответить каждому но до ютуба мне никак не дошло не дошли руки будем надеяться на лучшее будем надеяться на то что люди откликнутся на мою просьбу помочь турецкому народу спасибо большое всем добрый день мои дорогие друзья хочу сейчас отчитаться перед вами на данный момент вот я вчера в коротком видео говорила 3100 было с курс 402 но она округлила 775 лир получилось на мою карту пришло 8800 лир ну вот здесь вот вот это вот вот этот вот чек смотрите 100 500 это 600 1600 и 1500 3100 800 лир сейчас мы сможем идем супермаркет и купим знаете что сказали что надо покупать памперсы детское питание и туалетную бумагу вот такие потому что подружка позвонила и сказала форами стоят не разобранные полно всего ни одежды не нужно ничего люди выбрасывают одежду им отправляют выбрасывают то есть приехали девочки из таких горячих точек и рассказали об этой ситуации так что мы сейчас пойдем и отвезем все пункт помощи пострадавшим все чеки я вам предоставлю на моей сумме 800 сейчас я еще раз открою этот 800 турецких лир вы видите так что друзья мои в путь в дорогу Добрый день мои дорогие друзья и вот я собралась за покупками сейчас хотела выйти пораньше но так схватилась спину напилась лекарств первый раз в жизни и стреляя и так иду никакая но дела надо делать а потом уже обращать на себя внимание потому что это очень большая ответственность перед вами моими дорогими друзьями тащу с собой большую сумку на всякие пожарные ну что здесь все документы и все ну что пожелайте мне успехов и здоровья мои дорогие погода в Мерсине замечательная конечно холодно все друзья мои я как зашла в дом когда мы были во вторник и не выходило настолько так хорошо в нем оставаться просто этот страх никак не покинет до конца но жизнь продолжается это очередное испытание хотя меня тут одна обсмеяла что я из тех но моя дорогая желаю вам всего самого хорошего я на вас не обижаюсь потому что понимаю вас почему вы так думаете обо всех и обо мне это к сожалению мы взяли такие гофреты сказали нам чтобы мы взяли что-то такое чтобы можно было покушать вот упаковку печенья это молока закусить печеницами на ханге вот упаковку да молочко взяли мои дорогие вот это все печеницы вот смотрите сколько стоит у меня было значит 800 лир и 972.50 200 лир я давно 172.50 я добавила еще свои хотя мы каждый день мой муж отправляет и делает пожертвование так что вот я перед вами чисто к сожалению мало очень собрали но и за это спасибо сейчас мы идем в пункт и отдадим все и нашим джами этот пункт есть хорошо что близко друзья так мне плохо я еле перемещаюсь эти люди принесли тоже все приносят сколько могут и мы аж к его тащит все вот друзья мои вот друзья мои вот наш клад смотрите сколько здесь много вещей полно вещей полно вещей вот так что люди каждый день что-то приносят да ги одежда тут продукты а здесь тоже теплое одеяло наверное все все друзья мои поможем людям поможем вы знаете что вы не переживайте очень много людей помогает все вот эти пункты перегружены я знаю и у меня много знакомых и подруг которые помогают им тоже там и вы даже не переживайте очень много помощи вещей полно там всех когда просят вещи полно вещей никому они не нужны даже сейчас приехала вот мне позвонила из заданы моя подружка и рассказала что кто-то из заданы одна девушка на второй день поехала туда с помощью и говорит фуры стоят загружены полно всего не переживайте жалко то что города нет улицы снесло под этим а помощь идет но есть и такие случаи когда люди говорят что нам не дошла на помощь я просто удивляюсь потому что не только Мерсин не только вот наш район а все районы принимают участие в этом друзья мои так что как говорится ой чтобы не повторилось это горе самое главное самое главное мимо меня хотя многих это и раздражает мимо меня и мимо вас пускай вас Бог и Вселенная хранит мои дорогие все я сделаю дело иду с поистницей не знаю что со мной произошло ой так прямо у меня все оно как будто как будто не знаю даже как объяснить это у меня такое впервые вроде бы и йогу сегодня сделала потому что я несколько дней пропустила и сразу позвоночник дал о себе знать ну что погода холодная много не погуляешь может сейчас выйдем сашки вам к морю давно мы не были на набережной потом вернусь домой полык варашки была билир посмотрите сколько собрались оооооо красота ветер такой холодно Мои дорогие, я такая благодарна вам, что хоть от моих подписчиков есть какой-то вклад, это дело прекратило, потому что много негатива, иногда думаешь, хочется сделать добро, но есть такие люди, которые не понимают этого, да, но успели все равно, хоть какую-то сумму сделали, внесли свой вклад, и то спокойно, стало приятно. Мой муж вчера тоже упаковку сока, молочка передал, зашел в магазин, и там покупали для этого, и тоже его туда дал, на месяч, и там послал на счет какую-то денежку. Вещей у меня таких нету, потому что я все от старых избавляюсь, так что вот, что есть, чем могли, тем и помогли. Самое главное, чтобы был мир у всех людей, и никого не трясло, не топило, ничего, самое главное, надо держаться, этот год очень сложный, и только хорошие люди выживут, добрые люди выживут, вредные, плохие, негативные смогут выжить, я вас предупреждаю, это так и есть. Так что делайте добрые, будьте добры, не ищите негатива, все. Мы шли на набережную, а здесь такой ветер, такой холод. Вы знаете, я меня так трудно передвигаться по лестнице, я не знаю, что со мной. Эфедем, есть гелемем. В области крестца У меня Понятная моря, и во время передвижения. Может, то, что спим на диване, столько времени. Такое море. На набережной есть люди, но немного. Пошли мы домой, в нашу крепость. Только что получили посылку от моей подружки. Смотрите, какое все свеженькое, вкусное. Здесь творожок, килограмм. Масло, сливочное. Копченая курочка. Такие две замороженные курочки. Колбаска. И тут куриный рулет. Благодарю тебе, моя дорогая Олечка. Дай Бог тебе здоровья. Счастья, любви, мира и долгих лет жизни. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.